В 19 веке бурно растет Париж. Миграция населения в при страны коснулась и столицы. Уже к середине 19 века половины жителей столицы, выходцы из деревень и маленьких городков, приехавшие в надежде получить работу. Каких условий жалели эти люди? Рабочие ютились в подвалах и мансардах. По-прежнему сохранялся принцип – чем выше этаж, тем беднее семья. До середины 19 века Париж почти не менял свой облик, и растущее население теснилось в городе, остававшись во старых границах. Еще в середине века грязная вода из домов текла по улицам, тротуаров не было, а дождь превращал все отбросы в вонючую жидкую грязь. Чтобы пешеходы могли перейти через улицу, не испачкавшись, подметальщики клали на мостовые дощечки и приводили людей за отдельную плату. Отличаясь друг от друга и жилые кварталы, обычно более обеспеченные слои населения проживали в западных, а рабочие – в восточных, в частях города. Так как дул в основном западный ветер и на восток несло дым и копоть от фабрик. Дефицит воды, цвета и воздуха, перенаселенность в этих районах, приводили к заболеванию холерой и туберкулезом. Опустожительная эпидемия холеры охватила Париж в 1832 году. Больниц не хватало. Мощество парижан умирало в полной нищете, не имея возможности получить медицинскую помощь. Среди нижних слоев населения был распространен алкоголизм. Он помогал забыть нужду. Поражали масштабы преступности и беспризорности среди детей. «Все преступления человечества начинаются с бродяжничества детей», – писал Виктор Григо. Женщины-работницы не имели отпуска для ухода за больными детьми. Отсюда высокая детская смертность. Вдвое выше, чем в буржуазных кварталах. Города стали могильщиками для людей. Так говорили о жителях восточных районов. В 1848 году современник писал о рабочих кварталах Парижа. В крупнейшей фабрике по производству гниения, где рука об руку утрулится нищета и болезни. Мор и куда редко проникают солнечный свет. Это грязные дыра, в которые растения вянут и гибнут. А четверо из семи детей умирают, не достигнув их года от роду. В западных кварталах условия жизни были не в пример лучше. Широкие улицы, зеленые аллеи, исполнительный чистый воздух и приличное уличное освещение. Но в середине 19 века Париж преображается. Начинается перестройка города. Разрушаются старые кварталы, сносятся узкие улочки, где так удобно было строить баррикады. Столица Франции превращается в индустриальный город. Широкими улицами и площадями, необходимыми для движения транспорта. Стройки дают новые рабочие места. Целых 20 лет, начиная с 1853 года, Париж – строительная площадка. Работами руководил барон Осман, префект Сены. Именно он придал городу современный вид. Префект увеличил Париж, присоединив к нему 11 соседних общин. Под его руководством положили широкие улицы с новыми домами, выставленными в едином стиле. Создали просторные площади, скверы, бульвары и парки, призванные стать легкими города. Все это украшалось прекрасными скульптурами. Улицы мастились щебенкой, появились тротуары. Строились общественные здания, вокзалы, казармы, мэрии, школы, больницы, театры. Знаменитым сооружением той эпохи стало здание оперы, созданное по проекту талантливого архитектора Шарля Горнье. Быстро развиваются все виды транспорта, начиная с личных трамваев с лопастными колесами и кончая паровыми трамваями. В реке Азу Османа построили две окруженные железные дороги. Одну для грузов, другую для пассажиров. Дороги связали вокзалы с новыми кварталами. В конце века Париж получил водопровод и канализацию, трамвай и метро. В начале 1870-х годов парижане потребовали воды в 10 раз больше, чем в 1850-х годах. Две трети частных домов были оснащены водопроводом, и примерно в каждом пятом доме имелся газ. Для городского строительства использовались новые материалы из прочных металлических конструкций и бетона. Архитектор Бальтар построил ансамбль из торговых павильонов. Центральный рынок. Знаменитые чрева Парижа. Новые материалы использовались при строительстве общественных зданий. Бокзалы, библиотек, огромных универсальных магазинах, выставочных павильонов. Позволили строить полуциркульные стеклянные крыши, которые делали помещения более светлыми, создавали ощущение простора. Увеличивалось население столицы. В 1851 году его численность составляла примерно около 1 миллиона человек. Уже в середине 19 века появились огромные универсальные магазины, торгующие всевозможными товарами, кафе и рестораны, картельные галереи и книжные развалы букинистов на набережной сене. И над всем этим великолепием выселось чудо индустриальной эпохи, символ Парижа – башня Эйфеля. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok